Что лежит в основе классической морфологической диагностики? Сопоставление микроскопических картин нормального строения органов человека и микроскопического строения опухолей. Как это работает? Обратите внимание, на левом слайде так выглядит нормальная легкая. Вы видите тончайшие межальвеолярные перегородки, толщина которых едва ли превышает диаметр эритроцита. А на рисунках справа вы видите структуры, высоко дифференцированные аденокарциномы, которые по своему строению напоминают межальвеолярные перегородки легкого. А при большем увеличении вы можете наблюдать опухолевые клетки, которые выстилают предсуществующие стенки альвеол. Таким образом, это позволяет интерпретировать морфологическую картину как аденокарцинома с преобладанием стелящегося компонента. Дело в том, что к середине 90-х, к началу нулевых, стало очевидно, что классические морфологические критерии морфологической диагностики не являются патагномоничными. О чем речь? Давайте на примере опухоли яичника. На определенном этапе стало очевидно, что папиллярные структуры, это сосочки, которые формируют опухоль, формируют опухоль, не являются патагномоничными для серозного рака яичника. Железы, которые образуют опухоль, железистая архитектоника, мы называем это явление железистой архитектоникой, не являются патагномоничным доэндометриоидной карцином. А те ситуации, когда опухолевые клетки при светоптической микроскопии утрачивают с пустой цитоплазмой, поскольку эти опухолевые клетки содержат гликоген, он вымывается при стандартной проводке. И эти светлые клетки не являются патагномоничными для светлоклеточной карциномы. Это стало очевидно к концу 90-х годов, к середине нулевых. Появилось достаточное количество публикаций, в которых было продемонстрировано, что воспроизводимость морфологического диагноза, в частности опухоли яичника, может существенно варьировать и достигать 50%, чтобы вы понимали, это сопоставимо с тем, что вы с тем же успехом можете подбрасывать монету и достигать правильный результат. Если применительно к данной ситуации, успех диагностики был достигнут за счет внедрения рутинного иммуногистохимического метода. Но мы же прекрасно понимаем, что для патологоанатома воспроизводимость морфологического диагноза это скелет шкафу, ключ от которого надежно закрыт. Но если мы обратимся к рекомендациям УРУСКО, посвященной морфологической диагностике опухоли, мягкие ткани, мы можем обнаружить, что это уже ни для кого не секрет. И дело в том, что онкологи прекрасно понимают, что различия в частоте встречаемости тех или иных новообразований, в том числе сарком мягких тканей, могут зависеть не от частоты встречаемости этих опухолей, а от мнений патологоанатомов. И это отражено в рекомендациях Общества клинической онкологии. Далее. А есть ли заповедные места, где сохранилась необходимость классического морфологического исследования? Да, конечно. Например, дифференциальный диагноз фолликулярных опухолей щитовидной железы. В настоящее время для того, чтобы отличить фолликулярную аденому и фолликулярный рак, необходимо выявить инвазию капсулы, поскольку в фолликулярной аденоме мы будем наблюдать непрерывную капсулу, либо фокусы сосудистой инвазии. Остальные маркеры, иммуногистохимические и молекулярные, для данной ситуации не имеют никакого значения. Но если мы подойдем к определенному этапу и посмотрим, мы можем обратить внимание на то, что есть морфологические диагнозы, часть диагнозов необходима только с формальной точки зрения. В части ситуации полноценный морфологический диагноз критичен для выбора терапии. И есть те ситуации, когда морфологический диагноз не имеет самостоятельного смысла без молекулярного теста. Я хотел бы прокомментировать данные позиции. Те случаи, когда морфологический диагноз, морфологический анализ нужен с формальной точки зрения. Для того, чтобы меня не упрекнули ортодоксальные патологи, я должен сказать, что в современном правовом поле в правовом поле просмотр гистологических препаратов это критерий качества медицинской помощи, на которые нам отведено 15 рабочих дней. Это четкие, однозначно утверждаемые позиции, все остальное носит исключительно рекомендательный характер. Далее. Герминогены опухоли яичка. Вы прекрасно знаете, что диагноз в соответствии с рекомендациями русско, диагноз может быть установлен на основании сочетания типичной клинической картины и повышенных опухолевых маркеров альфа-фетопротеин и бета-ХГЧ без выполнения биопсии. Да, конечно, на последующих этапах возможно потребуется диагноз для уточнения особенностей и выбора опций лекарственной терапии, но оперативное вмешательство может быть выполнено без морфологической верификации опухолевого процесса. Другая клиническая ситуация рак поджелудочной железы, фатальные заболевания, достаточно часто встречающиеся, чаще всего встречается дуктальная аденокарцинома и, согласно рекомендации русско-хирургическое вмешательство в ряде случаев может быть выполнено без подтверждения диагноза. Хотя есть определенные оговорки, поскольку морфологический диагноз может быть нужен для исключения нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. Плоскоклеточный рак головы и шеи. В рекомендациях прямо написано, что он составляет более 90% всех злокачественных новообразований данной локализации. Таким образом, установление диагноза также носит сравнительно формальный характер. Это является, морфологическая верификация, является стартовой позицией для того, чтобы началось действие всего многоступенчатого алгоритма. Кроме того, та же самая ситуация характерна для бильярдного рака, в котором лечение может быть начато без морфологической верификации опухолевого процесса. Какие встречаются ситуации, в которых полноценный морфологический и иммуногистохимический диагноз критичен для выбора терапии? Самым ярким примером является рак молочной железы. Та самая часто встречающаяся опухоль среди женщин. Суть морфологической текущей классификации заключается в противопоставлении неспецифического рака молочной железы и двух десятков специфических подтипов молочной железы, которые отличаются между собой по строению и в ряде случаев могут отличаться по прогнозу и по определенным нюансам лечения. На следующем этапе, согласно рекомендации Русска, определение в опухоли уровня экспрессии рецепторов эстрогена прогестерона экспрессии HER2 и определение пролиферации КИ67 является обязательным для опухоли молочной железы. А во всех спорных случаях необходимо проводить определение амплификации, опять же, молекулярно-генетического параметра для уточнения статуса HER2, для того, чтобы скорректировать лекарственную терапию. Кроме того, мы прекрасно знаем, два десятка лет существуют молекулярно-биологические подтипы рака молочной железы. Формально все очень просто. Существуют суррогатные подтипы, трижды позитивный вариант, трижды негативный, и вариации, когда положительные рецепторы эстрогена и прогестерона, либо положительным HER2 при негативной экспрессии рецепторов. Но! Но! Существуют определенные нюансы гармонизации самих молекулярных и мультигенных тест-систем, поскольку они не согласованы между собой. А кроме того, дискордантность результатов между результатами суррогатного определения и истинным молекулярно-биологическим подтипам в 30% случаев могут расходиться, результаты могут расходиться по разным причинам. Но в том числе, посмотрите, подсчет Ки-67 является критичным для определения люминальных подтипов А и Б. Все верно? Все верно. Если он высокий, то люминальный Б, если низкий, люминальный А. Посмотрите, насколько субъективно подсчет маркера Ки-67 проводится в горячих точках. Мы эти места, места скопления максимального количества опухолевых клеток, делящихся опухолевых клеток, называем горячими точками. Насколько это субъективный процесс? Так выглядит биоптат. Разные патологи, посмотрите, каков разброс, они выбирают абсолютно разные участки. И другой случай, когда они выбирают поле приблизительно одинаково. Но если мы обратимся к конкретному случаю и присмотримся внимательнее, изменение поля подсчета всего наполовину, сместитесь на полполя, и вы получите результат, который будет отличаться между собой в три раза. Таким образом, можно говорить о том, что методика и алгоритм далеко не совершенен. Кроме того, все отмечают роль автоматизированных иммуногистостейнеров, которые оптимизируют и создают лучшие препараты для анализа тех или иных экспрессионных параметров в ходе иммуногистохимических исследований. В частности, это скромный камень в поле, в огород иммуноонкологии. Посмотрите на результаты исследования, когда в исследовании были взяты фрагменты печени, нормальной печени, и все прекрасно знают маркер ГЕПАР-1, это гепатоцеллюлярный антиген, который присутствует во всех клетках печени. И сравнили степень экспрессии с шести автоматических иммуногистохимических платформ трех разных коммерческих, хорошо известных производителей. И только 8% срезов показали полную, идентичную, одинаковую иммунореактивность. И это необходимо учитывать. Кроме того, я сошлюсь на Григория Александровича, глубоко уважаемого Раскина, который во вторник на обществе патолога-анатомов, думающую часть общества, ввел в нокаут, сообщив информацию о том, что несмотря на то, что все регионы оснащены автоматизированными иммуногистостейнерами, в некоторых из них до сих пор проводка, процессинг остальных этапов выполняется в трехлитровых банках. И это необходимо учитывать при интерпретации конечного иммуногистохимического результата. Посмотрите, насколько изменчиво мнение онкологов о использовании молекулярных классификаций и использовании суррогатных маркеров молекулярных по типу ракомолочной железы. В 2015 году в ходе в ходе сессии Сент-Галлен, самой известной организации по изучению рака молочной железы, в 2015 году опросили экспертов и в 2015 году подавляющее большинство респондентов сообщило о том, что мультигенные тест-системы не нужны, предпочтение с суррогатным подходом. В 2017 году провели повторно такой опрос и выяснилось, что только 79% считают, что мультигенные тест-системы не нужны. Прошло два года и в 2019 году уже никто никаких опросов не проводит, поскольку 93% экспертов используют геномные тесты для выбора терапии рака молочной железы. Мы можем сказать, что слияние морфологической диагностики и молекулярного тестирования успешно состоялось как минимум в одной анатомической локализации. Теперь те ситуации, когда морфологический диагноз не имеет самостоятельного смысла без молекулярного теста. Самый яркий пример рак легкого. Да, текущая классификация построена таким образом, что для онколога важно выделение двух главных подгрупп мелкоклеточного рака и немелкоклеточного рака. Но в группе немелкоклеточного рака есть определенные подтипы, для которых следующим диагностическим этапом следующим диагностическим этапом является генетическая панель. И патолог, установив диагноз аденокарциномы, находится на старте длительного диагностического марафона, поскольку он должен решить диагностическую задачу. Что, какие из тестов он будет выполнять в первую очередь, поскольку объем биоптата ограничен, а количество тестов, которые предстоит выполнить, крайне высоко. Что будем делать в первую очередь? Тестирование PDL1, оценим статус гена и GFR, выполним анализ транслокации ЛК-РОС-1, если они будут не выявлены, остановимся ли мы на этом, или будем анализировать мутации HER2 и K-RAS, и пойдем дальше, проанализируем транслокации мет и ред, и таким образом объоптат всего 1 и опухолевых клеток всегда не хватает. Далее, другая клиническая ситуация, меланома кожи. Ранее утверждали о том, что если меланома толще 2 мм, выполняется молекулярное тестирование. В настоящее время определение статуса гена BRAF является обязательным компонентом выработки тактики лечения всех пациентов с неоперабельной и метастатической меланомой кожи. Еще одно заболевание рак толстой кишки, которое на 3-м или 4-м месте после рака молочной железы и рака легкого, на 3-м месте после рака легкого и рака молочной железы. Также, помимо классического диагноза аденокарцинома, необходимо выявить ключевые генетические нарушения с различной терапевтической стратегией и, скорее всего, об этих молекулярных феноменах пойдет речь в последующих докладах, в частности, о микросателитной нестабильности, хромосомной нестабильности и CPG-метилировании. И еще один новый пункт, который не продемонстрирован раньше. Аморфологический диагноз невозможен без молекулярного теста. А как такое может быть? И я долго думал, а какие слайды включить в данный параграф? Поговорить о синавиальной саркоме? Кто-нибудь в зале найдется и скажет, что он может поставить диагноз синавиальной саркомы, не прибегая к молекулярному тестированию. Поговорить о саркоме Юинга? В зале найдется один человек, который скажет, что он уже 40 лет ставит саркому Юинга без всякого молекулярно-генетического теста. А может быть вспомним оливиолярную рабдомиосаркому? Он скажет, да нет, все очевидно, мы используем стандартные моногистохимические маркеры, но вполне этого достаточно. А может быть дифференциальный диагноз между меланомой и НИУСом? А если он еще с веретиноклеточными особенностями спецоидными, может быть мы тоже обратимся к молекулярно-генетическим тестам? Да, возможно. А может быть досмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль? Разве мы можем поставить диагноз не прибегая к молекулярному тесту? Нет, не можем, но нет никаких четких рекомендаций, что мы обязательно должны его выполнить. А самое главное, найдется какая-нибудь статья, в которой опишут 5-7% случаев, в которых этот молекулярный феномен не был найден. И так далее, так далее, так далее. Таким образом, таким образом я нашел выход из сложившейся ситуации. И посмотрите на классификации, на классификации ВОЗ. Это четвертая редакция классификации опухоли гемтопоэтической системы от 2017 года и классификации опухоли высшей нервной системы от 2016 года. Без комментариев. Более чем, вы можете видеть, что нозологические теницы упорядочены не по морфологическому признаку, а по молекулярно-генетическому. И я вас уверяю, в 2019 году начался выпуск пятой редакции опухолей. Опухолей ВОЗ, по-моему, вышел первый том желудочно-кишечного тракта и пройдет еще две классификации. Мы с трудом там, я уверен, что мы с трудом там обнаружим плоскоклеточный рак. Таким образом, в настоящее время молекулярная патология представляет собой комбинацию современных биотехнологий. Мы можем наблюдать, что те классические уровни исследования организм, орган и клетка дополняются молекулярным уровнем исследования и на выходе мы получаем молекулярную патологию. Совершенно очевидно, что это новая интегральная дисциплина. Она еще получила свое название, но чем она будет наполнена еще не предопределено. и эта новая дисциплина, то будущее, которое представляет перспективы для патологической анатомии и то диагностическое будущее, которое предстоит нам в процессе слияния патологической анатомии и молекулярной генетики. Существуют определенные проблемы классификации опухолей в эру геномике, поскольку необходимо определить, а какое количество потипов рака существует, а какова надежность системы классификации, насколько эти классификации молекулярные подвержены влиянию гетерогенности и эволюции опухолей, поскольку благодаря золотым рукам патолога анатома из молекулярных классификаций могут появляться и исчезать конкретные молекулярные потипы. Ведь давайте вспомним нормально подобный потип рака молочной железы из классификации. 10 лет ушло на то, чтобы разобраться, что это погрешность микродиссекции. А как следует интерпретировать выявленные по типу рака? И как могут существовать несколько систем классификации, поскольку коммерческих тест-систем большое количество и они по настоящее время не сгармонизированы между собой. Таким образом, я хотел бы завершить свой доклад фразой, которая была приведена в журнале Nature в 2006 году. И она красиво звучит, что ответственность выбора правильных комбинаций лекарств для каждого онкологического больного переходит к патологу, который должен определить ключевой дефект в каждой опухоли. Но от себя я хотел бы добавить, что этот патолог будет иметь очень почти мало общего с тем патоморфологом настоящего и патолого-анатомом прошлого. Спасибо за внимание. Большое спасибо, что нам показали патолога будущего. Какие вопросы будут? Нет вопросов? Скажите, пожалуйста, если все-таки пытаться найти, что вы скажете насчет контроля остаточных клеток после неодевантной терапии? Если мне кажется, скорее уже дискуссия, что если где-то искать роль диагностики, вот этот мониторинг остаточных клеток, здесь вообще все будет автоматизировано, скорее всего, по крайней мере, имеет шансы быть автоматизировано. И второй момент, опять же, а как вы смотрите на то, чтобы вообще автоматический диагноз скидаем, все в черный ящик делает экзомное секвенирование аппарата, по профилю мутации вам выдает какая-то саркома. Уважаемый Евгений Ильич, отвечая на первый вопрос, да, в настоящее время патологическая анатомия во всех своих направлениях движется к автоматизации. Насколько успешны алгоритмы, диагностические алгоритмы, которые продвигают некоторые корпорации, в том числе Google, для патологической анатомии, они не совсем совершены, я думаю, что в будущем они будут более надежными, более точными. Говоря о роли поиска клеток о роли экзомного секвенирования, я думаю, что с определенными вариациями мы к этому неизбежно придем. Для каких-то конкретных нозологических единиц, какие-то конкретные нозологические единицы останутся в поле ведения классической патанатомии, но в основном и целом, если проблема диагностики это маленький компонент, вы же обозначили проблему поиска резидуальных клеток после неодиуантной химиотерапии под влиянием, это более значимая проблема, более актуальная, и мне кажется, что роль молекулярных тестов для решения данной проблемы, она будет гораздо выше и более значима по сравнению с методами классической морфологии. Спасибо. 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 Продолжение следует...